всем привет вы на канале байл блог уже на дворе весна из последнего видео по заработку с рр прошло уже очень много времени и успела много что поменяться поэтому пришла пора записать для вас новое видео ну и кстати у меня появился мой телеграм-канал в котором я делюсь разными инсайдами так что подписывайтесь ссылка будет в описании также не забудьте поставить лайк подписаться на канал а мы начинаем если вы только начинаете свой путь в проекте сурер то обязательно регистрируйтесь по реферальной ссылке это не какой-то байт для личной выгоды в прежде всего это выгода для вас если вы зарегистрируетесь по реферальной ссылке то после покупки 5 карт на аукционе вы сможете себе заработать бесплатную редкую карту возможно будет даже мбаппе но очень маловероятно но все же вы можете заработать карту которая может окупить ваши вложения так что не стесняйтесь заходите регистрируйтесь но если вам одной карты мало то всегда у меня работает бонусная программа так что смотрите видео и также регистрируйтесь второй совет при регистрации на этапе драфта выбора любимых команд конечно же выбирайте команды в которых есть топовые вратари которые набирают очень и очень много очков это вам пригодится в дальнейшем потому что если вы захотите заткнуть какую-то дырку в составе голкипер стоит дорого и замены для него нет или же хотите играть с минимальным бюджетом то тогда как раз таки белый голкипер подойдет идеально для вашего состава так что берите разных топов желательно из челленджер европы эта команда из португалии россии бельгии и нидерландов первая тактика которую я назвал резерв на старт и сейчас я объясню почему данная тактика является одной из самых прибыльных которых сейчас есть и которые сейчас используются мы покупаем с вами игроков которые сейчас находятся в резерве но постоянно они выходят на замену тем самым набирают минимальное количество очков эти игроки стоят небольших денег относительно все зависит от клуба конечно же и от дивизиона в котором они выступают если брать бельгию россию нидерланды то принципе цена будет недорогой если брать топ-5 чемпионатов европы то уже цена естественно будет выше на данного игрока так что по самому выгодному отношению цена-качество советую брать игроков из средняков бельгии португалии россии и нидерландов средних клубов эти игроки стоят примерно пять сотых эфира после получения травмы скорее всего наш игрок выходит на замену и тем самым зарабатывать себе место в стартовом составе цена на него уже возрастает в этот момент можно продать нашу карту и мы заработаем примерно на оценке но x полтора также почему я поставил эту тактику на первое место сейчас заканчиваются все чемпионаты что не так мало важно и нас ожидает летние трансферное окно самое большое и самое интересное но по крайней мере будет это трансферное окно явно интересным потому что все лидеры собираются уходить в новые клубы и следовательно будет бешеная ротация всех составов также летом будет проходить чемпионат европы и сейчас проходит юношеский чемпионат европы на котором будут открыты новые таланты и И, следовательно, эти игроки будут искать себе новые клубы за тоже неплохие деньги. Так что, если вы сможете купить резервиста, который играет за свою сборную и играет стабильно, то тоже неплохой будет вариант. Но давайте вернемся точно к нашим резервистам, которых мы купили, которые не играют в сборных. Как же это повлияет? Не всем резервистам нравится быть в резерве, поэтому наши игроки могут начать искать себе новый клуб, где они станут основными. Или же лидеры будут уходить из клуба, и на их место встанет как раз-таки наш игрок, которому мы прикупили за относительно небольшие деньги. И тут сразу два вектора, которые выходят для нас хорошим плюсом. Так что, берите данную тактику на заметку и поехали к следующей. Вторая тактика по прибыльности, которую я ставлю в своем рейтинге, это травмированные игроки. Очень большой профит получается на игроках, которые получили травму. Не какую-то маленькую, которая выбывает всего там на неделю-две, а именно какую-то посерьезней, от средней тяжести до разрыва крестообразных связок. Ну а также многие игроки могут получить дисквалификацию, или еще какие-то могут быть удручающие случаи, когда сели они на скамейку запасных и не играют, и следовательно цена их упала. Здесь заработок у нас проходит в долгую, потому что нам нужно ждать, когда игрок у нас реабилитируется и вернется на футбольное поле. Но тут стоит сделать маленькую ремарку. То, что у нас должны быть игроки не так называемые хрустали, которые ломаются через месяц, а игроки, которые играют постоянно в составе, но по той или иной причине получили тяжелую травму или средней тяжести, и выбыли на пару месяцев и более. Самый пик вкусной цены приходится после того, как данный игрок у вас поломался, или же получился какой-то неприятный инцидент. То, что он сел на скамейку запасных, потому что многие менеджеры хотят побыстрее избавиться от игрока, потому что придется ждать несколько месяцев до его возвращения. Ну а эфир у нас лежит в карточках, и получается это не сильный актив. Как раз к таким менеджерам приходим мы, покупаем этих игроков за для нас приемлемую сумму, и затем зарабатываем, когда они возвращаются. Самый пик, когда можно ухватить очень дешево, где-то спустя 2-3 недели, после травмы. Потому что в первые дни после травмы или же инцидента менеджеры думают то, что всех смогут нахитрить, и ставят по цене среднерыночной, и думают, что сейчас кто-то возьмет, купит, или же немного дешевле. Но когда все уже понимают то, что этот игрок сломан, уже есть везде информация, есть в статистике ДНП, то тогда просто уже начинают скидывать этих игроков за минимальную стоимость. Цена игрока упасть в 3-4, а то и более раз. Как я и говорил, здесь мы играем в долгую, я также использую данную тактику, и сейчас я вам расскажу парочку своих примеров на своем жизненном опыте, сколько я смог заработать, если бы я продал этих игроков сейчас, но я их, в принципе, еще до сих пор держу и использую. Итак, первый мой пример это Александр Соболев. На момент осени 2020 Александр начал хорошо играть, но потом пошли мелкие у него травмы, он провел себе операцию, ну и плюс пауза в чемпионате России дала о себе знать. На тот момент Соболев стоил примерно 0,2 эфира, что, в принципе, не так мало. В прайме зимой, когда как раз-таки он только делал операцию, как только началась пауза в чемпионате России, я смог купить Соболева за 0,05 эфира, что меньше его цены в прайме. Спустя буквально 4 месяца Соболев сейчас в невероятной форме, он вошел в топ-3 бомбардира чемпионата Европы за последнюю неделю. То есть, это очень хороший результат, и за 3 матча он сделал 5 голевых действий. Уже я не говорю про количество борьбы и так далее. То есть, он уже приносит хорошие очки от 60-70 очков и выше, что, в принципе, это очень круто, и можно достигать уже бешеных результатов. Сейчас на вторичном рынке минимальная цена Соболева уже 0,25 эфира, что в 5 раз больше. То есть, за 4 месяца я умножился в 5 раз. Я купил 3 Соболева по 0,05 эфира, теперь я могу получить уже 3 четвертых эфира, если я их сейчас продам на вторичном рынке. Но если он продолжит дальше также феерить, то он будет стоить дороже. Ну, я думаю, он также будет стоить дороже, если он хорошо сыграет за сборную и будет там забивать тогда. Тогда, может, другие менеджеры увидят, что он в порядке и начнется повышение цены. Второй случай, я бы назвал его уникальным, это Аркадиуш Милек. Летом Милек хотел уйти в другой клуб, у него был уже на руках контракт, все, в последний день подписания сорвалось. Наполе не успели его дозаявить и в итоге Милек сидел до зимней паузы просто без клуба. Ну, вернее, у него был клуб Наполе, но он просто тренировался. Следовательно, заигрывать его нереально было. До данного инцидента Милек стоил 0,35 эфира. В момент инцидента, да, уже когда прошло где-то месяц-два, Милек никому был не нужен, никто ждать не хотел, потому что были вопросы, будет ли зимой трансфер какой-то или будет аренда. И его цена в прайме упала до 0,1 эфира. В этот момент я его купил и сейчас он играет в аренде в Марселе. Уже идут переговоры о полноценном контракте и в данный момент Милек стоит 0,45 эфира, то есть почти полэфира. И опять-таки я умножился практически на 5, если я сейчас продам Милека. Ну, а если официально будет объявлено, что Милек останется в Марселе, то тогда цена на него еще взлетит, потому что это чемпион Европы и там очень мало нападающих, которые могут хорошие очки принести. Ну, а Милек как раз относится к таким нападающим. Ну, а третий сейчас у меня находится в стадии, когда цена на него будет расти. Это Паулинио из Байера, тоже нападающий, из чемпион Европы. Так что ждем, когда он вырастет. В прайме на тот момент он стоил 0,3 эфира. Когда он получил травму, тоже прайм цена во время травмы у него была от 0,08 до 0,12 эфира. Я в этот момент его купил, и сейчас посмотрим, насколько же все-таки я угадал или же не угадал. Здесь риски относительно минимальные, но они работают только на игроков, которые имеют статус основного игрока. То есть, можно сказать, звезд своих клубов. Если же это какой-то средний игрок, то я бы, наверное, не рекомендовал бы его так покупать, потому что, возможно, после серьезной травмы он просто потеряет место в основе и будет сидеть и отдыхать. Либо же конкурировать за свою позицию, на которой до этого он выступал. Третье по значимости — это раскрытие молодых талантов. Все так же, как и в прошлом видео я рассказывал, она остается прибыльной и по сей день. Мы с вами ищем талантливых молодых ребят, покупаем их тоже в долгосрок, и через время они начинают играть в стартовых составах и зарабатывать нам неплохие очки. Следовательно, если они приносят неплохие очки, значит цена на них увеличивается. Я бы рекомендовал вам бы посмотреть молодых игроков в таких чемпионатах, как Португалия, Бельгия и Голландия. Почему? Потому что там клубы живут как раз-таки именно этим. Они покупают молодых игроков, либо же воспитывают их в академии, и затем они их продают в более сильные клубы, чтобы заработать и продолжать свое существование. Уделите свое внимание среднякам этих чемпионатов, потому что в основном это происходит там, и игроки стоят на данный момент дешево. Ну и не стоит обделять вниманием топ-клубы, которые находятся в этих чемпионатах. Также не забывайте использовать такой сайт, который называется Transfer Market. Когда вы ищете молодого игрока, то посмотрите, сколько он стоит на Transfer Market. Если он стоит от 5-7 миллионов евро, то этого игрока стоит взять себе на заметку, потому что в 17-18-19 лет, если игрок столько стоит, и он в клубе средняка, то стоит на него обратить внимание, все-таки потенциал заиграть у него есть. Но не стоит забывать также и про риски. Здесь как раз-таки риски 50 на 50. Играет игрок? Хорошо. Не играет? Мы прогорим. Потому что если игрок заиграет, мы, конечно, в дальнейшем сможем поднять цену. Но если игрок также не сможет заиграть, получить какую-то серьезную травму, или просто закончит карьеру и уйдет в какой-нибудь во второй дивизион, в третий, где опта не считает, или же у Сарар нет контракта, то тогда мы просто потеряем деньги на этом игроке. Но здесь можно заработать. Так что зарабатывайте. А как пример Тьяго Томаш из Спортинга, который год назад стоил примерно 3-4 сотых эфира. В этом году по стечению обстоятельств он стал основным нападающим, показал себя совсем неплохо, стоит очень дорого по меркам трансфермаркета для Португалии, и его стоимость сейчас выросла до 3 десятых эфира. Парню всего лишь 18-19 лет, но он показывает великолепную игру. То есть здесь как раз-таки умножение у нас может достичь 10-кратного размера. Но опять-таки здесь у нас рисков больше, чем в предыдущих тактиках. Четвертый вариант — это резервный голкипер. Очень прогрессирующая тактика, многие ее уже используют. Но в чем же все-таки в ней смысл? Мы покупаем голкиперов, которые являются вторым номером, которые сменяют основного голкипера в случае травмы, дисквалификации или же ухода в другой клуб. Для чего это нужно? Почему? Ну, во-первых, голкипер — это дорогая позиция. Сейчас резервного голкипера тяжело найти, который стоит менее 0,03 эфира. Потому что сейчас, чтобы тренировать команды или же просто заявить их в дивизион, многие используют просто резервный голкипер. Вдруг он выйдет, потому что это самый дешевый, а больше тратить, ну, как бы никто не хочет. Поэтому их тоже сейчас покупают, просто для использования. Но это будет большой плюс, если же мы используем тактику по назначению. Мы покупаем голкиперов из многих команд и ждем, когда наш основной голкипер сядет на лавку. То есть, либо же это по травме, либо по дисквалификации, или перейдет в другой клуб. Очень много вариантов может быть. И наш основной голкипер, вернее, резервный голкипер, станет основным. И тогда его цена взлетит в 2-3 раза, как только он появится в стартовом составе. Ну, или хотя бы слух пойдет, то что он заявится в стартовый состав. После того, если мы узнаем то, что травма ушла надолго, наш голкипер будет играть 5-7-10 матчей, то тогда мы точно можем его продать в 2-3 раза дороже. То мы его тогда сможем продать за 2-3 десятых эфира, что, в принципе, не так плохо. Ну, может, где-то за полтора, смотря, что это за голкипер. Но также может быть то, что наш голкипер, второй номер, особенно это практикуется у молодых голкиперов, они уходят в аренду. И целый сезон могут провести в каком-то клубе, а это означает, что у нас будет голкипер на целый сезон, который тоже можно продать за эти суммы. То есть, как только наш голкипер становится основным, купив его в среднем за 0,05 эфира, мы умножаем наш банк на 6-8 раз, что, в принципе, является тоже круто. Но здесь риск также большой. Потому что по статистике за прошлый год в МЛС только 6 команд поменяли своего основного голкипера. В РПЛ поменяло 5 команд основного голкипера. Ну и в Бельгии поменяло также 7 команд основного голкипера. Либо по травме, либо просто произошла ротация, резервный голкипер стал основным, а основной голкипер стал резервным. Также обязательно обратите внимание на молодых талантов, которые являются голкиперами и ждут свой черед. Допустим, в недавнем прошлом в составе Генка было произошло изменение. До этого стоял Вукович, который стоял в принципе неплохо, но было у него пару неприятных моментов. Главный тренер решил изменить свой состав, Вуковича отправить на пенсию, а поставить ворота юного таланта из Бельгии Вандерворда. Теперь Вандерворд может спокойно играть в основном составе. Он явный игрок основы. И его цена до этого была от 15 сотых до 20 сотых. И теперь он стоит порядка полуэфира. Так что очень хорошее вложение в молодых игроков, которые реально в скором времени займут стартовые места. Так что, если вы готовы рисковать, то, пожалуйста, покупайте голкиперов и потом ждите и перепродавайте. Это может занять вас год-два, а то и больше. Но здесь есть и главный плюс. Если мы купим не старых игроков, да, там резервных голкиперов от 18 до 28 лет, то большая вероятность будет того, что мы его сможем продать за тот же номинал, что мы его купили. Если, конечно, мы не переплатили бешеных денег. Потому что резервных голкиперов многие кто используют, в том числе и я. И я думаю, что и так же и вы используете, когда у вас уже становится более 40 карт и вам их нужно тренировать, резервные голкиперы очень сильно спасают, чтобы собрать состав в лигу СО-5. Так что, берем на вооружение данную тактику. Пятая тактика, которую я ставлю в своем рейтинге, это трансферные слухи. Но теперь ее нужно немного модернизировать. Потому что раньше я говорил про данную тактику. Вы можете, кстати, тоже посмотреть это видео здесь-здесь, ну или где-то оно вылезет. Мы смотрим во время трансферного окна трансферные слухи. Как только подготавливается переход, мы покупаем этого игрока и после перехода мы его перепродаем. Но здесь уже много таких у нас будет конкурентов и просто игрок как только получает слухи о каком-то переходе, как это было с Александром Кокориным, то он становится бешеным дорогой. Так же когда шли переговоры с Квинси Промесом, когда он переходил из Аякса в Спартак. Тоже были бешеные цены, хотя по факту они не стоили столько, да, там Кокорин не стоит на данный момент 15 сотых эфира. Так же и Квинси Промес не стоил там одного-полтора эфира. То есть многие хотят на этом заработать. Неопытные менеджеры также ведутся на эти уловки и покупают. Чтобы нас немного предостеречено опять-таки здесь появляется большой так сказать риск. То есть мы с вами смотрим трансферные слухи до момента открытия трансферного окна. То есть мы смотрим игроков, которые хотят перейти в другой клуб, хотят остаться наоборот или же клуб хочет расторгнуть контракт с этим игроком и он уйдет с другой. Тогда мы смотрим эти слухи и уже в этот момент мы покупаем этих игроков. И тогда, когда возникают эти слухи, мы его ставим в полтора-два раза дороже. Но здесь риск заключается в том, что игрок может не захотеть уходить или же трансфер не совершится, как это было с Аркадьюшем Мириком, про которого я до этого говорил. Поэтому здесь очень большие риски, которые все-таки стоит учитывать. И по трансферам, по моей статистике, ну, примерно 15-20% из всех мной отобранных игроков для данной тактики сейчас подходит. Потому что многих игроков я сам лично не покупал, но я делал себе такую пометку список игроков, которые я бы мог купить, но просто послежу за ними. Из них 15-20% как раз таки переходили в клубы, на них можно было заработать, но остальных нет. Так что если у вас будет лучше процент, я только за вас порадуюсь. Поэтому пишите в комментариях, если вы использовали такую тактику уже ранее и смогли хорошо заработать на этом. И шестая финальная тактика, которую я советую использовать, как и говорил ранее, это перепродажа. Да, она упрыгнула с первого места на шестое. Это говорит о том, что сейчас появилась большая конкуренция на аукционах и уже там сесть подобрать спокойно игроков. очень тяжело. Если год назад, полгода назад, когда это было актуально, за час было всего там 3, 5, 6, 10 аукционов, то есть можно было грубо говоря сесть вечером, взять чашечку кофе, закурить сигару, закурить сигаретку, либо же просто провести хорошо свой вечер, час-два помониторить рынок, посмотреть цены, выписать себе их и сделать ставки, то сейчас каждую минуту идет аукцион и чтобы найти выгодного для себя игрока, то здесь нужно потратить прям как будто полный рабочий день, то есть сидеть, анализировать, покупать, сидеть, сел, проанализировал, купил, не получилось, пошел дальше. То есть сейчас с этим очень стало сложно и по соотношению время-затратность и прибыль как раз таки очень большая. Но не стоит забывать, что также можно до сих пор урвать игроков по хорошим ценам, если они начинаются от 1,1 эфира. До этого минимальные цены тяжело на самом деле держать, потому что сейчас идет большой бум игроков, которые хотят получить себе заветную шестую бесплатную карту, как раз таки про которую я говорил, и они покупают, многие бездумно, многие может и думают об этом, покупают игроков за минимальную стоимость, то есть соответственно они соревнуются и она завышается. Андрей Ещенко недавно ушел с аукциона за 0,03 эфира, игрок, который останется мне так кажется просто легендой, и уже на поле вряд ли появится, будет как играющий тренер больше, никакой пользы он не принесет, если только брать коллекционный статус. Но опять-таки за такого игрока люди борются, поэтому на минимальную стоимость лучше сейчас не рассчитывать от 1,1 эфира, как раз таки это будет адекватная цена. Ну что ж, спасибо за просмотр, надеюсь, все эти тактики вы используете или же будете использовать, если вы про них не знали. Ну а пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментарии, какую бы тактику вы поставили на первое место, а какую бы на последнее для себя. Пишите в комментарии, ну а так удачи вам на трансферном рынке, пусть вам прибудет успех. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok